Супер интересный двухэтажный дом с массивными колоннами, которые в самой верхней точке достигают 7 метров. Г-образная большая терраса и видно лес. Как запроектировать такой дом и приватное пространство, когда вокруг вплотную соседи? Об этом поговорим в нашем новом выпуске. Этот дом мы проектировали для семейной пары. Участок находится в садовом товариществе, в тихом, спокойном месте, рядом с рекой. Клиенты работают врачами, поэтому смотрели участок недалеко от города, чтобы на машине до работы 20 минут было. Перед началом проектирования мы выехали вместе с клиентами на участок и обсудили, где они планируют разместить дом и хозяйственные постройки. У нас была дилемма. Нам, как архитекторам, хотелось разместить основные помещения не во двор, так как там север, а на восток и юг, где со стороны дороги красивый вид на сосны. Но заказчица хотела больше приватности, поэтому мы решили сделать ориентацию гостиной и мастер-спальни на север и восток, то есть во двор участков. Размещение дома на участке по сторонам света. У каждого из вас свои пожелания по размещению дома на участке и расположению помещений по сторонам света. К примеру, кто-то хочет свою спальню с восточной стороны и просыпается со светом, как жаворонок. А кого-то бесят яркие солнечные лучи с утра в спальне, и он хочет, чтобы она выходила на север или запад. А у вас какие предпочтения по расположению помещений по сторонам света? Пишите в комментарии. У клиентов два автомобиля и регулярно будут приезжать в гости, поэтому мы расположили на участке гараж и большую стоянку для машин. Гараж расположен как раз на восточной стороне, но мы отодвинули дом немного вглубь участка, чтобы не видеть его из окон кухни-гостиной. Дом показали, про задачи и пожелания клиентов рассказали, теперь ваше и наше любимое это про планировку. Жить клиенты планируют вдвоем в этом доме, но планируют в дальнейшем взять с собой маму, которая уже в возрасте. Поэтому обязательным пожеланием было предусмотреть в проекте спальню на первом этаже. Наличие спальни на первом этаже двухэтажного дома я считаю обязательным, наряду с помещением кухни, гостиной, санузла. Уж поверьте, ваши возрастные родственники не будут ходить по ступеням на второй этаж каждый день. Если пожилых родителей нету, все здоровые и молодые супер. При необходимости эту спальню можно использовать как гостевую спальню или рабочий кабинет. Имейте это ввиду при разработке проекта. Мастер спальню клиенты также просили разместить на первом этаже, чтобы второй этаж оставить исключительно для гостей и отдыха. Вход в мастер спальню через гардеробную, что служит дополнительным звуковым буфером от остальных помещений. В санузле помимо унитаза и раковины предусмотрена душевая, так как ванной клиенты не пользуются. Из самой спальни есть выход на свою небольшую терраску, которая объединена с основной террасой, но при этом находится как бы в стороне. И при желании ее можно будет отгородить от основной террасы вазонами с цветами, например. Мы снимали обзор коробки дома по этому проекту, там есть эта терраса, поэтому кликайте здесь, переходите, смотрите. Тамбур заказчики не хотели. Наличие или отсутствие тамбура чаще всего зависит от региона строительства. Чем южнее и ближе к экватору участок, тем меньше необходимости в наличии тамбура. И наоборот. Поэтому прямо со входа у нас образуется такой своеобразный световой коридор. С главной двери просматривается окно в гостиной, и его дополняет окно в самой прихожей. Получается во всех помещениях, даже в коридоре, нам удалось сохранить естественное освещение. Его только нет в санузле на первом этаже, но там и не надо, верно? Главное, что прямо с улицы можно зайти, помыть руки и пройти дальше в дом. Сама прихожая достаточно большая, чтобы разместить не шкафы для верхней одежды. Из нее также есть выход во вместительную кладовую для различного уборочного инвентаря и других вещей. Обязательно предусматривайте кладовые в доме, куда можно спрятать пылесос, коробки от техники, другие бытовые вещи. Поверьте мне, потом вы не найдете место, куда это все можно будет сложить. Пройдя в гостиную перед собой, мы видим большой обеденный стол, за которым могут с удобством разместиться вся семья и их друзья. Сама кухня спрятана в нишу справа от входа в помещение. Она длиной 4 метра и на ней легко разместить все кухонное оборудование. Ближе к внешней стене разместился незаметный вход в котельную. Предполагается, что он будет замаскирован за дверцы от кухонного шкафа, вот как здесь. Размещение котельной и кухни рядом обусловлено наличием газа на участке и точкой его ввода. Нам не хотелось ввести газовую трубу по всему фасаду дома, поэтому мы разместили кухню и котельную рядом. В зоне кухни-гостиной, конечно, есть место и для дивана с телевизором. Мы разместили телевизор на импровизированной перегородке из деревянных брусков в центре помещения, а диван поставили к стене. Но сценариев размещения мебели может быть огромное количество. Вот еще одна причина, почему необходимо прорабатывать дизайн интерьера с нами. Вы увидите в реальности, как будет выглядеть ваш интерьер. Из зоны кухни-гостиной мы можем выйти на просторную террасу, которая опоясывает дом в двух сторон, северной и восточной. Она достаточно большая, чтобы поставить на нем вместительный обеденный стол и несколько отдельных уютных кресел для летнего отдыха на свежем воздухе. Саму террасу мы решили вместе с клиентами не накрывать отдельным навесом, а сделать под общей крышей вместе с домом, что позволило нам пустить больше света в гостиную и спальню. А также придать монументальность и воздушность всему дому, это как эффект второго света только на улице. Конечно, чтобы выдержать такую нагрузку и не развалиться от ветра, опоры на террасе массивны. Две центральные колонны высотой 7 метров. По проекту колонны планировались монолитные и облицованные кирпичом, а по факту сделали полностью монолитными. Вживую это выглядит впечатляюще. Обязательно посмотрите, мы делали обзор на коробку дома, ссылка внизу. В нише между двумя спальнями на первом этаже размещена лестница на мансарду. Мансардный этаж клиенты планировали использовать как игровую зону. Они просили оставить там достаточно места для бильярдного стола и остальное пространство раскидать на гостевые комнаты. Как вы относитесь к бильярдным в доме? Скорее всего, первое время играешь несколько недель подряд, потом уже через выходные. Затем перестаешь на него вообще обращать внимание. Только если вы не профи и не тренируетесь каждый день. А это все дополнительные площади, которые стоят денег. Как считаете вы? Поэтому у нас получилось сделать три комфортных комнаты с общим санузлом и большое пространство игровой зоны. Такая вот вышла планировка по пожеланиям клиентов. Напишите в комментариях, что бы вы поменяли. Убрали бы стол? Где бы сделали мастер спальню? Интересно ваше мнение. Теперь давайте перейдем к фасадам. Главным пожеланием клиентов было никакого дерева и простота в отделке. Мы использовали самый распространенный отделочный материал, штукатурка белого цвета. И немного разбавили ее клинкерной плиткой светло-серого цвета в зоне окон и опор. Кровля двускатная из металлочерепицы антрацитового цвета. В тон ей окна такого же цвета. Все окна, которые выходят на террасу, сделаны в пол. Остальные окна в этом доме с подоконником высотой 90 см. Мы любим большие окна в пол, которые создают ощущение единения с природой, что очень актуально для загородных участков. Но не всегда это удается воплотить в наших проектах, потому что мы прислушиваемся к пожеланиям заказчиков. И конечно стараемся сделать так, чтобы было комфортно в первую очередь им. Большие панорамные окна из алюминия или из пластика. Чаще всего мы проектируем из алюминиевых профилей, а не из пластиковых. Чтобы как можно больше света попадало в помещение, да и в целом алюминиевые окна смотрятся дороже и гораздо более эстетичнее. С другой стороны пластиковые окна сохраняют тепло значительно лучше и стоят дешевле. Что выбрали бы вы? За домом мы разместили зону отдыха с костричем, огороженную от взглядов растениями, кустами и деревьями. Здесь будет приятно проводить время прохладными вечерами. Друзья, если вы хотите построить что-то похожее, внизу под этим видео есть ссылка на просчет стоимости проекта дома именно под вас. Пишите, все расскажем, пообщаемся, будем только рады. В этом проекте нам практически удалось воплотить все пожелания наших клиентов, идя где-то на компромиссы. Но при этом соблюдая все нормы и требования, чтобы у клиентов не было вопросов при вводе дома в эксплуатацию. Сейчас мы наблюдаем за строительством этого дома и будем показывать вам актуальную информацию по строительству в наших социальных сетях и на YouTube. Так что обязательно подпишитесь. Мы еще съездим на этот дом и по готовности обязательно покажем обзор этого дома на нашем канале. Ну а пока, до новых встреч, увидимся в новом выпуске. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok